Всем привет и добро пожаловать на Кэзи Сайенс. Кэзи наука или просто такая наука. Место, где мы окутываем вас чудесами науки, как теплым, уютным одеялом. И сегодня мы возвращаемся в прошлое. Ведь у нас в прошлом эпизоде, 73, кстати, сегодняшний эпизод это номер 74, мы изучали будущее, а сегодня мы возвращаемся в прошлое, чтобы исследовать некоторые древние тайны и космические откровения. Вы когда-нибудь задумывались, как одна единственная капля дождя могла породить жизнь на Земле? Или же, какие секреты скрыты в следах динозавров по разным странам мира и особенно Атлантики? Если вам интересно, как прошлое формирует наше настоящее и наше будущее, тогда этот эпизод для вас. Как обычно, мы сегодня публикуем несколько статей, поэтому все статьи вы можете найти внизу, все они на английском языке. Ну, а если вы желаете изучать английский язык, добро пожаловать на наш основной проект Cozy Languages или такие языки, где мы преподаем английский, французский, итальянский и в будущем, дай бог, будем преподавать также испанский, греческий, немецкий. Почему в будущем? Потому что на данный момент мы сами изучаем эти языки. Ну что ж, пошли к заставке. Пойдем. Ну что ж, пошли к заставке. Ну что ж, пошли к заставке. Итак, давайте начнем наше путешествие с необычного открытия, которое связывает континенты и охватывает миллионы лет. Исследование номер один. Сопоставление следов динозавров на разных континентах. Представьте, что вы стоите в Техасе, смотрите на землю и видите следы динозавра, который когда-то здесь бродил. А теперь представьте, что кто-то во Франции делает то же самое и находит идентичные отпечатки. Звучит как что-то из научно-фантастического фильма, не так ли? Но это реально. Недавно исследователи обнаружили одинаковые следы динозавров по обе стороны Атлантического океана. Эти следы принадлежат одному и тому же виду, что позволяет предположить, что миллионы лет назад динозавры пересекали сушу, соединяющую эти отдаленные клочки земли. Это открытие помогает ученым понять, как континенты отдалились друг от друга с течением времени и дает нам также представление о древнем мире, где когда-то свободно обитали динозавры. От гигантов прошлого к людям, которые охотились на них. Давайте перенесемся наше внимание на ледниковый период и методы, которые древние люди использовали для выживания с исследованием номер два. В замерзших ландшафтах ледникового периода люди столкнулись с непростой задачей охоты на мамонтов. Мамонты, если кто-то не помнит, это – массивные существа с толстой шкурой и бивнями. Но как они это делали? Недавнее исследование показывает, что вместо метательных копий древние охотники, возможно, полагались на пике – острые колья, воткнутые в землю. Когда мамонт бросался в атаку, он натыкался на это спрятанное оружие. Этот метод был не только эффективным, но и демонстрирует также изобретательность наших предков в преодолении проблем окружающей среды. И понимание этих древних методов дает нам более глубокое представление о том, как древние люди адаптировались и процветали в суровых условиях. Теперь давайте уменьшим масштаб и посмотрим на общую картину эволюции человека, особенно на те части, которые мы, возможно, упускаем с исследованием номер три – горячие точки окаменелостей и эволюция человечка. Африку часто называют колыбелью человечества, потому что там было найдено так много важных окаменелостей. Но что если чрезмерное внимание к этим так называемым горячим точкам окаменелости затеняют полную картину эволюции человека? Ученые теперь говорят, что мы, возможно, упускаем важные детали, потому что окаменелостями из других регионов не уделяется такого же внимания. И это исследование подчеркивает важность изучения не только хорошо известных мест, чтобы получить более полное представление о том, как эволюционирует человек. Это напоминание о том, что наука постоянно развивается, как и история нашего собственного происхождения. Говоря о происхождении, давайте рассмотрим новую интересную теорию о том, как могла зародиться сама жизнь из простой капли дождя. Исследование номер четыре. Вы когда-нибудь задумывались, как появились первые формы жизни на Земле? Новое исследование предполагает, что дождевая вода, возможно, сыграла ключевую роль. Когда на древнюю Землю выпадал дождь, он мог способствовать образованию стенок из протоклеток. Протоклетки – это крошечная структура, которая, как считается, является предшественниками жизни. Эти протоклетки могли удерживать важные молекулы внутри, защищая их от воздействия внешней среды и позволяя им развиваться в более сложной форме. Это открытие дает нам новый взгляд на скромные истоки жизни и показывает, как такая простая вещь, как обыденный дождь, могла привести к невероятному разнообразию жизни, которую мы наблюдаем сегодня. От истоков жизни до выживания видов. Давайте поговорим об удивительной связи между древними микробами и нашей современной иммунной системой с исследованием номер 5. Предки микробов и наша иммунная система. В следующий раз, когда вы будете бороться с простудой или гриппом, возможно, вы захотите поблагодарить своих микробных предков. Исследователи обнаружили, что древние микробы, жившие миллиарды лет назад, оставили неизгладимый след в нашей иммунной системе. В свое время эти микробы боролись с вирусами, и переданными ими гены помогают нам делать то же самое сегодня. Удивительно думать, что наша способность бороться с болезнями уходит корнями глубоко в древнее прошлое, что еще раз показывает, насколько взаимосвязана жизнь на Земле. А теперь давайте отправимся в путешествие за пределы Земли к ранней Солнечной системе, где метеоры могут рассказать нам о происхождении комет с исследованием номер 6. Знаете ли вы, что метеорные потоки могут пролить свет на то, где формировались кометы в ранней Солнечной системе? Ученые изучили частицы из этих потоков, чтобы проследить происхождение комет. Анализируя состав метеоров, исследователи могут определить, из какой части Солнечной системы прилетала комета и какие условия были при ее формировании. Это исследование помогает нам понять первые дни существования нашей Солнечной системы, а также дает ключик к пониманию того, из каких строительных блоков в конечном итоге возникли планеты, спутники и даже сама жизнь. Наконец, давайте поговорим о драматическом событии в космосе, которое показывает, как мы активно формируем будущее нашей Солнечной системы с последним исследованием номер 7. Миссия NASA DART попала в заголовки газет в прошлом году, когда она успешно изменила орбиту спутника астероида, столкнув с ним космический аппарат. Это был не просто, скажем так, крутой космический трюк. Это была проверка нашей способности защитить Землю от потенциальных столкновений с астероидами. Миссия навсегда изменила форму и орбиту спутника астероида, доказав, что мы действительно можем изменять траекторию движения небесных объектов. Такого рода планетарная защита может сыграть решающую роль в будущем, гарантируя, что мы будем готовы, если на нашем пути когда-нибудь встретится опасный астероид. Но, как обычно, вы можете спросить, почему же все эти исследования так важны? Что ж, они связывают нас как с нашим древним прошлым, так и с нашим космическим будущим. Понимание того, откуда мы пришли и как эволюционировали, дает нам инструменты для решения стоящих перед нами задач. От динозавров, которые пересекали континенты, до астероидов, которые мы, возможно, когда-нибудь столкнем, наука помогает нам разобраться с тайнами нашего мира и за его пределами. И небольшой вопрос, на котором стоит задуматься. Если бы вы могли отправиться в прошлое и стать свидетельством одного из этих древних событий, например, охоты на мамонта или образование протоклеток, что бы вы выбрали и почему? А может быть, это было бы иное событие? Давайте попутешествуем немного в прошлое и поизучаем историю, ведь начался новый учебный год, кто-то будет сдавать историю, кто-то будет сдавать биологию, и почему бы нам все вместе не собраться и не помочь изучить эти довольно интересные моменты? Ну или даже не просто для студентов, а просто для обыденных людей, которым интересно узнать какие-то исторические моменты и какие-то события. Поэтому давайте поделимся своими фантазиями и мыслями. В моем случае я бы всегда, у меня всегда это была мечта, отправиться в агрик... 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 о май гад... Так, сейчас, секундочку, я забыл, как это называется. Агрикультурная революция. Это когда начали формироваться первые, первые, ну не скажем, конечно, фермы, но первые поселения, первые постоянные поселения, когда человечество перестало бегать из места на место, и когда уже начали формироваться самые первые города, королевства, культуры и так далее. Мне это очень интересно. А что насчет вас? И поэтому в следующий раз, когда вы окажетесь под дождем, например, найдите минутку, чтобы полюбоваться падающими каплями. Кто знает, возможно, вы проходите через те самые стихии, которые когда-то породили жизнь на нашей земле. И не бойтесь дождя, вы не сахар, не растаете. И, конечно же, прежде чем мы попрощаемся, давайте ненадолго заглянем в историю. В этот день, в 1958 году, американская подводная лодка Наутилиус стала первой подводной лодкой, прошедшей под Северным полюсом и вошел в историю своим путешествием подо льдом. А в 1908 году открытие почти полного скелета неандертальца во Франции поставило под сомнение наше понимание валюты человека. Эти моменты напоминают нам о невероятном прогрессе, который мы достигли в изучении как нашего мира, так и нашего происхождения. В остальном, на сегодня это все. Надеюсь, вам понравилось это путешествие во времени и пространстве. Помните, что прошлое, настоящее и будущее взаимосвязаны. И понимание этих взаимосвязей помогает нам принимать правильные решения сегодня. В остальном, оставайтесь любопытными, как обычно, в курсе событий. И самое главное, оставайтесь уютными. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok